Вы готовы? Да. Хорошо, на старт, внимание, поехал. Такого на обычном экзамене на получение водительского удостоверения не увидишь. Да, начинается все стандартно, говорят инспекторы, со змейки. А после эту же самую змейку нужно проехать задним ходом. И дальше только сложнее. Один за другим следует несколько этапов под общим названием насужение. То есть пространства между конусами все меньше. И надо проехать на скорости так, чтобы ни один не задеть. За сбитые конуса у нас штрафные баллы минимально начисляются. Если водитель, да, участник не выполнил какое-либо упражнение, то есть это максимальное количество баллов, либо не завершил. Также если в процессе выполнения какого-либо упражнения водитель допустил то, что двигатель автомобиля заглох, так же начисляется штрафной балл. На региональном конкурсе по автомногоборью среди подростков это еще легкий этап. Называется он фигурное вождение. Рядом с ним трасса, что называется для виртуозов. Сказать, что элементы здесь нестандартные, значит не сказать ничего. Нужно под определенным углом развернуться на автомобиле, также проехать этапы на сужение и заезд задним ходом в карман. Звучит только просто, говорят участники. А они далеко не опытные водители. Юные водители, возраст которых от 15 до 17 лет, продемонстрировали свои умения и навыки в знаниях правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, в замене колеса, а также показали блестящее фигурное вождение. Еще до начала соревнований команду присылали творческие мотивационные эссе и яркие видеоролики-визитки. Замена колеса – один из самых эмоциональных этапов. Задача справиться за пять минут. Команды должны четко распределить между собой обязанности. Кто-то подкладывает башмаки, кто-то откручивает гайки, другие работают домкратом. Баллонникам орудуют также студенты, тоже 15-17 лет. И также есть штрафные баллы. Но ребята справляются чисто. Две минуты без штрафов. Рекорд рязанского автомногоборья 2024 – полторы минуты. Ребята из Клепиковского технологического техникума справлялись за минуту 50 на тренировках. На самом конкурсе что-то пошло не так. В результате – две с небольшим. А вот фигурное вождение, наоборот, прошло на ура. Один из участников справился без штрафных баллов. Пока это редкость. Кто-нибудь до конус собьет. Готовились мы долго, усердно. Катались постоянно, каждый день там ПДД. Мы ходили на медицину, ходили на вождение. Время заняло это все много. На каждом этапе участник стартует с банком в ноль баллов. Каждый штраф – минус один. За пропуск элемента вычитают сразу несколько. Помимо штрафной системы есть и время, то есть задача участника – выполнить этап как можно быстрее других команд, так и не сделать ни одной ошибки. Проведение подобных соревнований необходимо в первую очередь для того, чтобы как можно больше молодых людей были вовлечены в процесс воспитания законопослушных участников дорожного движения и стали хорошим примером для сверстников. Автомногоборье проводится уже в четвертый раз. Это отборочный региональный этап, победители которого отправятся на всероссийские соревнования. Пока что рязанская команда на большом турнире призовые места не занимала. Но это говорят участники. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok